Слава Господу нашему! Слава Господу нашему! Своим хозяйством, с семьями идти поклониться в Иерусалим. Веровали они как-то по Ветхому Завету. Нового Завета у них не было. И праздновали Пасху, Еврейскую Пасху. Но славяне были. Но я помню, как бабушка на Пасху вместо Ягненка был почему-то гусь. Но бабушку мою звали Дина Иеремеевна. А дедушку Яков Агеевич. Когда я был маленьким, для меня эти имена ничего не говорили. Это потом, когда я встретился со Христом, стал читать Библию. Для меня было так интересно. И помню, как бабушка рассказывала, что ее подружка Исференка, так она называла. И такие все имена библейские, ветхозаветние. И вот они шли пешком, получается, в сторону Иерусалима на поклонение. И выбрали вот это место, где я родился. Это было между речи двух небольших речек, сбегающих с Толышских гор. Это очень такие заповедные места. Горы были покрыты деревом, которое называется Дамирагач. Железное дерево. В воде оно тонет. И в кроне этого дерева, когда снизу побеги вырастают и соприкасаются с кроной, они полностью срастаются. Как будто бы металлические трубы и обварены так вокруг. И можно нижнюю ветку срубить, и это дерево растет. Это были непроходимые такие чащи. Это было начало субтропического климата по географии. Они там обосновались, самые ревностные сходили пешком в Иерусалим, все-таки поклонились и вернулись, и остались здесь, и не пошли к себе домой в Ставропольский край. И такие славянские селения были и на территории Ирана. Но после войны многие не пришли из войны. Эти селения стали заселять мусульмане, азербайджанцы, съезжаться. И постепенно, постепенно они полностью, ну так сказать, вытеснили славян. И я родился в этом селе. О Боге я... Ну, бабушка говорила, что верит в Бога. Но ничем особенно она не отличалась. И для меня это казалось такой сказкой, и как в школе учили. Бога нет. Произошли все от обезьяны. И я с этим соглашался. Ну, другого, никакой альтернативы не было. Но когда я видел, что человек умирает, мне жутко становилось. Мне не нравилась эта участь. Отнесут меня и закопают. И зачем сейчас мне все эти переживания, мои желания, стремления, мечты какие-то, все оно пустое, все это, ну, обман. Ну, и допустим, я достигну чего-то, чего-то чем-то завладею. И что с этого? Закопают меня, как моих предков. И никто бы меня потом и не вспомнит. Мне очень это не нравилось. Но ничего я с этим поделать не мог. Так вот засыпал, помню часто, в таких жутких мыслях. И все оставалось так же. Когда меня призвали в армию 18 лет, и там, находясь в армии, я встретил одного человека с Казахстана, Володю, и он говорит, я верю в Иисуса Христа. Для меня это, я помню себя, это был такой шок. В нынешнее это время есть верующие люди. Вот это да. Я думал, что это бабушка, которая старенькая, я ей только одну и знаю, что вот она говорила, что есть Бог. И больше ничего. А тут молодой человек говорит, верю в Иисуса Христа. Хотя он и пил, и курил, и ругался, как все. Но для меня это просто поразило меня. Как это человек может верить в Бога? Ну, я так, помню, сделал такие заключения, что, ну ладно, но человек-то хороший. Ну, может такое быть? Значит. Это было 90-е годы. В то время началась уже свобода. Все стали говорить о своих богах. Появились экстрасенсы. Помните Кашпировского? Чумака. И тогда они все это по телевидению рассказывали. И там, будучи в армии, я видел человека под воздействием гипноза. И как собрались так друзья, и этот эксперимент такой был. Человек в таком состоянии. Подали ему лук, и все это происходит на моих глазах. Принесли вот такую цибулю большую. И говорят ему, ты видишь вот это красное яблоко? Он говорит, вижу. Ну, бери красное яблоко. И тот молодой человек взял это, в этот лук, стал кусать, брызги летят во все стороны, он жует и проглатывает. И говорит, что ты ешь? Он с открытыми глазами смотрит на этот лук, кусает, сок течет. Говорит, сладкое красное яблоко. И он так несколько раз откусил, прожевал, проглотил, не поморщился, ни слезинки, ничего. А потом, когда его вывели из этого состояния, показывают ему этот лук, говорит, ты что ел? Яблоко ел. А что это такое? Это цибуля, это ж... И стало ему приходить сознание, и он стал понимать и чувствовать, что оказывается во рту не вкус сладкого яблока, а горького лука. И вокруг было ну, человек до десяти смотрящих на все это. Все вот так улыбаются, смеются. Вот это да! Как же он так может? Ел лук, а думал, что сладкое яблоко. Я обратил внимание на лицо этого человека, который ел лук. Оно было такое сконфуженное, такое неприятное. И он в таком чувствует себя в посмеянии. Что над ним так поиздевались. Всем вокруг радостно смеются. И смеются над ним, потому что он ел лук. А думал, что это яблоко. И я это впоследствии потом понял, что это Дух Святой вот этой картиной постучался в мое сердце и показал. А ты что ешь? То, что ты ешь, то, к чему ты стремишься и мечтаешь. Мечтаешь. А действительно ли оно то сладкое яблоко? Хоть и глаза твои открыты, ты думаешь, что ты мудрый, трезво мыслишь. А на самом деле вполне возможно, что ты ешь лук и настанет такой момент, когда вокруг все будут смеяться. а я буду в конце жизни и ни с чем. И я вот с того момента особенно так задумался, что есть, есть что-то более то, что я знаю, то, что я видел. Я стал на сто процентов подразумевать, что есть та добрая сила. Я тогда стал намного больше интересоваться всеми явлениями, которые происходят, инопланетянами. Ну, на то время тогда можно было литературу купить. Я интересовался, в чем же смысл жизни? Где же тот, который есть, но я его не знаю? Я купил Бхагавадгиту на то время, купил Коран. Бхагавадгиту дважды прочитал один раз с комментариями Шрилы Прабхупады Дасы. Тяжелая книга, но на то время, когда я искал Бога, мои мысли искали нового. Я знал то, что я имею, этого мне недостаточно. Оно меня никак не удовлетворяет, что я от обезьяны произошел и закончу жизнь, как обезьяна. Мне это не нравилось. Там много мудрых мыслей, которые давали пищу для размышления, для моего разума. Много, ну, такие естественные, моральные такие принципы, то, что, ну, ну, действительно так. И принималось мной, соглашался с этим. Потом, когда попало в мои руки Евангелие, я читал, сравнивал. Читал и сравнивал с тем, что я до этого слышал. В Коране, что написано, я видел, что здесь есть огромнейшее преимущество по сравнению с теми книгами, то, что я читал. Я благодарю Господа моего, что недолго я ходил и немного побывал. Я ходил по разным собраниям и к православным, и к католикам, и к кришнаитам. Я интересовался, но Господь меня нашел. Если бы опустился в эту долгую дорогу, я бы там и запутался. Слава Господу! Апостол Павел в Деянии Апостолов в 17 главе 26-27 стих написано. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Это истина. Да и аминь. Бог произвел всех людей от одного Адама и Евы. И цель у него назначение мое назначение назначение ваше и всех людей чтобы искали Бога. Когда человек не ищет Бога, он его и не встретит. А Бог желает, чтобы его искали. И он находится рядом. Как только человек делает шаг к Богу, то Бог направляется к нему. Помните эту притчу о блудном сыне, который решил идти к отцу, а отец выглядывал, ждал его. Слава нашему Господу! Такой наш небесный отец. Но его цель, чтобы мы искали Бога. Я ходил в собрание в 91-м году в Бортниче. Тогда у меня дома хранилось и Коран, Хакавадгита, и то, и другое читал, и ходил в служение. Бывал и у кришнаитов, и собрания в Бортничах. Я вижу, что люди радуются. Радуются не так, как в других местах я видел. И я не знал, что мне делать, радоваться ли с ними. А есть причина для моей радости. Я просто побыл и ушел, побыл и ушел. Но настал такой момент, когда я понял, что мне надо делать, принимать решение. И когда я принял решение, собрание закончилось. Все разошлись, а я хочу покаяться. Думаю, до следующего воскресенья придется ждать. Для меня эта неделя тянулась настолько, настолько длинная была, настолько долгая. Я шел, когда по дороге, то я шел по самой крайней стороне бульвара. Думаю, не дай Бог, какая-то машина меня зацепит, и я не доживу. Где иду осторожненько, так, чтобы сохранить жизнь свою до воскресения. И ждал того момента до призыва к покаянию. И когда я вышел, церковь молилась за меня, и я почувствовал. Здесь вот написано, искали Бога, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. И действительно, его можно почувствовать, его можно слышать, с ним можно говорить. Он близок к нам и всегда близок к нам, но он желает, чтобы мы его искали. Я хочу дальше прочитать места Писания и вместе с вами рассмотреть на эту тему вот искали. Еще написано в Евангелии от Луки 19 глава 10 стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слава нашему Господу! Христос пришел, его основная цель искать и спасти. И он вчера, сегодня и вовеки тот же, он не изменился, как тогда, около двух тысяч лет назад он ходил по Палестине и искал кого спасти. И он сейчас ходит. Точно так же кого спасти. Слава нашему Господу! Он не изменился. И такое же действие, как тогда и сейчас, когда встречает человек Иисуса. Слава Богу нашему! Но еще в Петра написано, 1 Петра, Пятая глава, 8 стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Мы видим, что Христос пришел и ищет, кого спасти. Бог имеет такую цель, чтобы мы искали его. А у дьявола какая цель? Ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Да сохранит нас Господь. И только Он может сохранить. И только Он, Христос, пришел и лишил дьявола силы, то, которое Он может причинить нам. Вред, зло и смерть. Он умер за наши грехи. И теперь только зависит от нас, то ли мы во Христе Иисусе, и имеем защиту от дьявола. Если мы выходим, то тогда мы попадаем под власть Его, под Его силу. А Он ищет, кого поглотит. Не спит, ни днем, ни ночью. И делает свою работу. Да поможет нам Господь бодрствовать, пребывать во Христе Иисусе. И тогда у нас есть власть, власть нашего Господа. Быть детьми Его, Его покровительство и защита над нами. Слава Богу! В Евангелии от Луки в 11 главе написано. Вот это местописание, оно мне очень сильно помогло. Я много читал и перечитывал. Ну, в начале своего уверования, пути за Господом. Мне сильно помогли эти слова, которые записаны. в Евангелии от Луки 11 глава, 9 стих. Это слова Иисуса Христа. И я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Меня всегда радовало, что это сказал Спаситель, мой Спаситель, Христос. Это Его прямая речь. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. То, в чем я нуждаюсь, хочу знать, хочу иметь, хочу получить благословение от Господа, волю Божью, что бы не было бы. Что Бог обещает? Что Христос сказал? Ищите и найдете, просите. И все эти результаты Он пообещал, гарантию, поставил печать Свою, Слово Его сказанное, что это так будет. Аминь. Слава Богу. Я напираюсь на эти слова. У меня было масса моих нужд, когда я пришел к Богу, молился к Богу, перечислял эти нужды перед Богом. И я уже и запутался, молился я в этой молитве этими моими нуждами или нет. и молюсь, и как я не вижу никакого результата ответа. Открываю, читаю, другие места Писания. Слово Божье говорит, что ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. А это Слово Божье говорит, ищи, стучи, проси. Я так думаю, что я уже попросил и нету. Но я так положил в своем сердце, буду искать до конца, буду просить, буду стучать. Ну, а свои нужды настолько я уже запутался и думаю, надо навести порядок. Бумага в этом не поможет. Взял листик бумаги, думаю, составлю списочек всех моих нужд к Богу в порядке последовательности. Начал писать и такая мысль, конечно, Господь ответит, я на основании Писания пишу этот список. Но я думаю, что когда я представлю этот список ему, он может иметь претензии ко мне, потому что у него есть свой список по поводу меня. Я перевернул лист и стал писать, чтобы Господь мне сказал бы, в чем мне поправить нужно и изменить. Я составлял список это письмо более недели. Когда я написал обратную сторону, тогда продолжил и составился у меня список из семи пунктов, что я хочу получить от Господа. Написал все, положил в конверт, помолился и поставил на полочку этот конверт. И говорю, Господи, я послал это письмо к Тебе, к Тебе, Господи. на основании мест писания, перечитал перед Богом, перед Собою, в утверждение печать такую поставил и положил на полку. И вы знаете, я перестал молиться этими нуждами. Я молюсь, я не могу и вспомнить, я не чувствую нужды такой, повторять их, потому что я уже отдал их. И мне самому это интересно было. Я перестал переживать, что это не моё дело. Моё дело обратная сторона того листа. Моё дело написано ищите прежде Царство Божьего и правды его, а всё остальное приложится вам. И эти места писания утверждали мою правильную такую направленность. Читал про Авраама, как он веровал. Читаю, и, конечно, тяжело было читать, что вот Авраам всё-таки ждал обещание Божьего. Он просил, искал, стучал, но всё-таки 25 лет ждал. Я так полагал, что через 25 лет, конечно, часть из этого списка можно вычеркнуть, а если ещё через 25, то и все можно повычеркивать. Но я так говорил, Господи, ну когда я приду, встану пред Тобою, я задам этот вопрос тебе, Господи, почему же? Я же читал, ты так сказал. А так не стало. Прошёл год, по всем семи пунктам стало хуже. Я открою, возьму с полочки этот конверт, пересчитаю список и ложу обратно. Проходит другой год, стало ещё хуже. Но я не молюсь этими нуждами. Я всё время открываю Писание, читаю и утверждаю, что мне нужно делать, а есть написано смиритесь под крепкую руку Божью и Он вознесёт вас. Чтобы Он что-то сделал, что мне нужно сделать? Мне нужно смиряться перед Ним. И кто потом эту работу будет проводить, то это Он будет делать, а мне нужно смиряться. А если я себя буду возносить, то тогда падать придётся больно. А Бог наш живой. Я в этом убедился. Проходит третий год и в конце третьего года начало исполняться. Я не буду все эти рассказывать подробности, но буквально за четыре месяца всех этих исполнилось шесть пунктов, а седьмой пункт так пока и остановился. Но так как за эти четыре месяца исполнились все шесть пунктов, я писал и просил у Бога. У меня была моя фантазия, мои желания, но хотел бы, чтобы было так и так и так. Но когда Бог сделал, сделал так, что у меня фантазии не хватило, чтобы сделать так хорошо. И так это было переплетено. И что интересно, начиная с первого по шестой, все эти пункты начали свершаться в такой последовательности. И так как у меня фантазии не хватило, желать себе такого. Слава Богу! Это чудо Божье! И вот эти места Писания меня очень сильно утверждали. в Евангелии от Луки из 19 главы я хочу почитать далее. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей начальник мытари и человек богатый искал видеть Иисуса. Кто он? и не мог за народом потому что был мал ростом. Я хочу обратить внимание здесь вот написано в 3 стихе искал видеть Иисуса. Здесь короткое такое слово написано но оно очень многозначущее в жизни Закхея. Он искал видеть Иисуса. Он жил своей жизнью и эта жизнь его не удовлетворяла. Он слышал о Иисусе. Он знал что-то есть более чем то что он имеет и искал видеть Иисуса. А мы хотим видеть Иисуса. Аминь. Здесь дальше мы видим степень его желания. Насколько он искал видеть Иисуса. И забежав вперед в лес на смоковню чтобы увидеть его. Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Он был начальник мытарей. Начальник сборщика налогов. И начальник он был в городе. Если в городе в Иерусалиме это столичный город. Он был очень высокого ранга. Как начальник налоговой инспекции у нас в городе. То какое у него положение состояние на каких машинах он позволяет себе ездить. И мы видим, что он начальник мытарей у него была самая лучшая лошадь. Карета, возможности, деньги у него были. И представьте, снимал-то он свои сандалии перед тем, как залазить, или не снимал, и в той одежде увидеть такого начальника на дереве. И он не постеснялся. Я в селе участвовал много в служении, и село шесть тысяч человек, но такое одинаковое чувство, у всех шести тысяч человек, что скажет про меня сосед? Если я пойду той дорогу и зайду в ту калитку, что скажут люди? и всех это сдерживает. Что скажут люди? Один к нам пришел и говорит, что что вы сделали с моим другом Вовкой? Говорит, он же был во много раз хуже меня алкоголиком. А теперь же он здоровый мужчина и совершенно не пьет. Такой красивый парень говорит, а я же был лучше его. А сейчас какой стал? Сделайте со мною. Я говорю, не мы делаем. Делает Христос. Заходи к нам. Ну и в таком состоянии. И опять же он не зашел. А зашел бы, то с ним бы Христос сделал бы то, что и с первым. Мы видим здесь степень этого человека искал Иисуса. Ему было уже все равно, что обо мне подумают. Что будет потом? Он искал видеть Иисуса. Я так полагаю, что вот в этом это самое важное, чтобы увидеть невидимого Бога. Кто-то может подумать, хорошо было в те времена, Христос ходил по земле и можно было его видеть. Не все его видели Сыном Божьим. И если видели его как человека, то ничего с ними не происходило. А те, которые видели как Сына Божьего и прикасались к Нему, то сходила эта сила от Господа со Христа и совершала свое славное действие в теле, в душе и духе того человека. Поэтому нет никакой разницы. И сейчас Христос такой же, только зависит от того, как мы ищем Иисуса. Что у нас самое главное в жизни? Действительно ли мы готовы идти так, как вот имеют такую степень искания Иисуса? Как Закхей? И Он на этой смоковнице сидит и забежав, 4 стих мы читали, да? Иисус тогда пришел на это место, взглянув, увидев Его и сказал Ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Слава Господу! Какая радость была у Закхея, когда Он услышал от Иисуса такие слова? И произошла эта встреча, радостная встреча. Бог дал такое повеление, чтобы искали Его. Христос пришел на землю, чтобы спасти погибшее. И вот встает такая встреча, когда человек ищет Иисуса, и происходит встреча. Встреча, личная встреча с Иисусом Христом. Слава нашему Богу! Мы видим, что дальше в жизни Закхея были изменения. Он действительно искал. Он готов был от всего отказаться, чтобы пребывать с Иисусом. Когда Христос беседовал с Самарянкой, Он говорил, что Господь, Отец Небесный, ищет поклонников Себе. Каких поклонников? в Духе и истине. Он ищет, смотрит на землю, и как только какая-то душа направляет свое сердце поклониться Богу, так как Он желает в Духе и истине то внимание Бога, Творца всей Вселенной, к тому человеку, к той душе, к тем устам, которые прославляют Бога. Слава нашему Богу! Да поможет нам Господь искать Бога. И псалмопевец говорит, сердце мое говорит от Тебя, Господи, ищите лица моего. И смотрите, псалмопевец, он сам, его же уста обращаются к нему, и он говорит эти слова от Господа, ищите лица. И он говорит, и я буду искать лица Твоего, Господи. И нам постоянно нужно направлять свое сердце, направлять свой дух к Господу, иметь встречу с Ним, и тогда мы будем действительно блаженны, действительно счастливы, и эта встреча с Богом, она будет продолжаться, мы будем жить с Ним, и Он выстелен всего. Бог поселил нас в этом теле, и кто может сказать, что будет завтра в стране нашей, с планетой нашей. Земля наша летает в космосе, как пылинка. И где гарантия? Что будет завтра? Но когда мы во Христе Иисусе, у нас есть гарантия. Мы в Нем сокрыты, и Царство Его грядет, непоколебимое Царство, да поможет нам Господь пребывать с Ним. Аминь.